Формирование основ финансовой грамотности официально признано одной из важнейших задач образовательного процесса, начиная с дошкольного возраста. Ребенок погружается в мир финансов еще совсем маленьким. Он видит рекламу, посещает с родителями магазины и слышит их разговоры о работе, зарплате и кредитах. В наше время вряд ли найдется малыш, который не держал в руках монетку. Бесспорно, многие дети знают, что такое деньги. Но проблема в том, что они растут без навыков обращения с ними. А ведь кто-то должен преподать им науку правильного взаимодействия с финансами. Для решения этой задачи в Мурманской области реализуется инновационный региональный проект «Финансовая грамотность в дошкольных образовательных учреждениях». Одной из пилотных площадок которого в нашем зато стал детский сад номер 16. Заведующая Татьяна Познякова рассказала, почему такие темы нужно обсуждать с малышами. Потому что дети должны понимать, что такое бережливость. Они должны знать, зачем люди трудятся. Что за каждый труд есть вознаграждение. Дети должны знать разные профессии. А также дети должны понимать, как планировать свой день. Как накопить денег на любимую желанную игрушку. Как этими деньгами потом распорядиться. С начала учебного года ребята уже побывали в настоящем отделении банка, который стал социальным партнером проекта. Воспитатели провели немало занятий, на которых рассказали об основах финансовой грамотности. В учреждении есть даже игрушечный банкомат, где можно попробовать снять деньги или выступить в роли инкассатора. Теперь педагогам пришла идея создать мини-музей, в котором наглядно можно продемонстрировать эволюцию денег в нашей стране. Как менялись купюры и какие были монеты. К этой работе было решено подключить и родителей. Из тех экспонатов, которые они предоставили, организован мини-музей кошельков. Один из них, к примеру, был найден на улице. Поиски его хозяина успехом не увенчались. И каждый кошелек имеет вот такую свою маленькую историю. Вместе со своими малышами родители создавали копилки, из которых потом получилась целая выставка. Решая вопросы обучения воспитанников финансовой грамотности, детский сад сотрудничает не только с банком, но еще и с Североморской городской библиотекой имени Евгения Гулидова. Какая связь у книгохранилища с деньгами, спросите вы? Заведующая Наталья Кондратова объяснила. Оказывается, все просто. В произведениях детской литературы можно найти немало примеров бережливого и не очень обращения с финансами. Вспомнить хотя бы золотой ключик Алексея Толстого или историю поросенка-фунтика. Вот и на очередном занятии ребята смогли вспомнить пословицы и поговорки о деньгах, обсудили, что любовь, дружбу, время и здоровье не купишь. И даже пошершали купюрами и позвенели монетками. Способность ребенка следить за собственными финансами не сформируется без должного уровня развития малыша. Пригодится и хорошая память, и мышление, и умение общаться. Именно на такое гармоничное и всестороннее развитие и направлены занятия по финансовой грамотности в детском саду.